Консольная версия мира танков Сильно ли изменится уже устоявшийся уклад с внедрением современных танков? Ответ при всей масштабности нововведений слегка сбивает с толку. Никак не изменится. Все потому, что танки Холодной войны в игре будут существовать отдельно от всех остальных. Танкисты получают своего рода игру в игре. Вы сами решите, что вам больше подходит. Техника Второй мировой или Холодной войны. Выбор можно сделать прямо из меню. Теперь подробнее. Дополнение даст возможность игрокам испытать на поле боя 18 новых танков, относящихся двум деревьям техники – западному и восточному блокам. Каждое дерево будет разделено на три периода. Период напряженности – конец 40-х, средина 50-х годов. Период эскалации – 60-е и 70-е годы. И период разрядки – 80-е и 90-е. Машины первого периода покажутся вам до боли знакомыми. Здесь можно обнаружить некоторые вариации Паттона, Т-44 и Т-54. Но чем сильнее мы углубляемся в список, тем менее привычными предстает перед нами мир танков. Потратив некоторое время на прокачку, вы очень скоро обнаружите в своем ангаре куда более современные машины, вплоть до Абрамса. Но не стоит рассчитывать только лишь на новые 3D-модели в старых игровых условиях. Обновление Modern Armor даст игрокам куда больше. Вместе с современными машинами в World of Tanks Modern Armor появятся и 4 совершенно новые карты, на которых можно будет играть как в режиме Холодная война, так и в режиме Вторая мировая. Каждая из этих карт будет почти в два раза больше любой из уже знакомых. Их площадь составляет 1,4 километра в квадрате. Встречайте новые локации. Дисфул. Восточная карта, референсами которой послужили фотографии местности в Иране. Мост на карте создавался с настоящего старинного моста в Дисфуле. Это один из самых старых мостов в мире, все еще открытых для движения. Каобанг. Пожалуй, самая яркая восточная карта в игре. Фредванг. Зимняя локация, рисующая танкистам пейзажи Норвегии. Сумеречная карта, украшенная великолепным северным сиянием. И Мангейм. Городская карта, демонстрирующая плотную застройку с небоскребами, эстакадами, парковками и другими элементами городской среды. Все они призваны в первую очередь стать полигонами для обкатки новых машин. И делать это игрокам предстоит не только в классических сражениях 15 на 15, но и в кооперативе. Кооператив — еще одна новинка расширения моды на уровне. Выбрав кооператив в Холодной войне, вы попадете в команду с 14 другими танкистами. А в команде противника будет 15 танков под управлением искусственного интеллекта. Как именно изменится геймплей в кооперативной игре? На самом деле этот режим во многом похож на PvP. За исключением того, что команда ботов формируется из той же техники, на которой выступают реальные игроки. Полный зеркальный баланс. Впрочем, разработчики не исключают введение кооперативы для режима Второй Мировой. Однако, не стоит забывать, что более современные танки требуют новых игровых механик. Здесь разработчикам снова есть чем похвастаться. В частности, встречайте новые расходные материалы. Машины времен Холодной войны, дебютирующие World of Tanks Modern Armor, смогут использовать два новых расходника, эксклюзивных для данного игрового режима. Дымовую завесу и комплекты для восстановления корпуса. Первая представляет собой новый игровой элемент, позволяющий танкисту создать препятствие для своего обнаружения или, если оно состоялось, не позволить противнику увидеть информацию о танке, а также взять его на автоприцел. Тактическое применение этого расходника сможет распространяться на самые разные игровые ситуации. Существуют две вариации дымовых завес. Стандартная и премиумная. Разница в количестве использования. Первая используется лишь раз за бой, а вторая не имеет подобного ограничения, но требует перезарядки и несет с собой пассивный бонус к маскировке. Что касается комплекта для восстановления, то он выполняет простую, но в то же время чрезмерно полезную функцию. Восстанавливает потерянные очки прочности. Но не ждите, что получите имбалансную фичу, которая позволит вам смелее выпрыгивать под обстрел. У набора есть перезарядка и время восстановления, и он лечит только небольшой процент ваших хитов, чтобы вы могли продолжить сражение и успели сделать решающий выстрел. Следующим нововведением Modern Armor станут 3D-командиры. Как и обычные командиры, 3D-командиры могут изучать умения. Будут доступны командиры разных уровней, с разным количеством ничей для умений на старте, и вы сможете создавать любые сборки. 3D-командиры смоделированы полностью, с головы до ног, и одеты в детализированную историческую форму конкретных наций и периодов. Да, в отличие от всего вышеперечисленного, 3D-командиры лишь визуальный атрибут, но он направлен на лучшее погружение в игру. Если вы стали самым результативным игроком в бою, то все остальные видят, как ваш командир празднует победу. Ваши впечатления от игры становятся более личными. Последней важной фичей режима Холодной войны станет полное отсутствие артиллерии как класса. Никакой стрельбы из дальнего конца карты по игрокам, которые не в силах увидеть своего оппонента и дать ответный выстрел. Все максимально честно и брутально. Именно такими и должны быть танковые баталии. Так что скорее включайтесь в сообщество World of Tanks на консолях и сражайтесь на виртуальных полях сражений Холодной войны. Удачи, танкисты!